Наконец-то на обзор мне попала двухуровневая квартира. У хозяйки этой квартиры свое мебельное производство. И здесь прячется шкаф. Те, кто смотрит нас давно, знают, что я питаю слабость к стеклянной мебели. Два санузла на квартиру площадью 65 квадратных метров — это шип. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша Федонникова, и это проект «Я дома». Знаете, как началось сегодня мое утро? Мне в 5 утра прислали гороскоп. Сегодня вас ждет счастье и командная работа. Я очень была по этому поводу рада, конечно, а потом приехала сюда. И оказалось, что сегодня мы снимаем ЖК «Счастье на Пресне». И ждет нас просто невероятная двухуровневая квартира, который вам обязательно стоит посмотреть. Но сначала минуточка полезной информации. Прежде всего, дорогие мои, пожалуйста, если вы еще почему-то не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Для меня это очень-очень важно. И спасибо тем, кто пишет хорошие комментарии под нашими видео. Прям вот я вас обожаю. Поэтому, пожалуйста, лайк, подписка на канал, хороший, добрый комментарий для нас. И вот теперь мы начинаем. Приехали мы с вами в Пресненский район. Он является частью Центрального административного округа. Здесь расположились Патриаршие пруды, Дом правительства Российской Федерации. Ну и, конечно же, Москва-Сити. В общем, элитный район, исторически сложившийся и настоящая мечта для многих застройщиков. Здесь жилищный фонд по большей части старый, типовой. Вот как эти панельки. И, конечно, каких-то интересных планировок нет. Но если застройщикам удается получить кусок земли, они реализуют очень интересные проекты. Например, мы идем смотреть дом, в котором есть квартиры с камином, квартиры с террасой и квартиры с потолками высотой аж целых пять метров. ЖК «Счастье на Пресне» – проект группы компании «Эталон». Дом был построен в 2021 году. Вообще, группа компании «Эталон» славится тем, что она не занимается строительством «Человейников». Здесь 19 этажей и 79 квартир. У нас есть возможность посмотреть, как выглядит зона лобби в ЖК «Счастье на Пресне». Кстати, в последние разы либо было ничего показывать, ну, неинтересное лобби, либо нам просто не давали там снимать. Но сегодня повезло. И посмотрите, очень часто даже в ЖК категории «Элиты премиум-класса» у дизайнеров фантазия заканчивается на такой длинной стойке регистрации, как в отеле. Ну, еще делают зону отдыха, где вы можете встречаться с гостями. Но тут буквально настоящая, очень уютная гостиная. Предусмотрен стеллаж для букшеринга, и жильцы действительно оставляют здесь книжки. Например, смотрите, адекватность. Вот, всем могу рекомендовать. Там дальше расположена у нас почтовая комната. Ну, и если мы пройдем к лифтам, будет видно, что там написан весь список квартир и курьер. Не будет путаться, если ему нужно найти вашу квартиру, а он не знает, на какой этаж ему подниматься. А теперь, друзья мои, давайте посмотрим, что нам здесь приготовили. Наконец-то на обзор мне попала двухуровневая квартира, и я очень рада. У меня есть повод рассказать вам про все подводные камни, которые связаны с данным типом недвижимости. Если вы смотрите двухуровневую квартиру, то первый вопрос, который вы должны задать своему риэлтору, какая здесь площадь по полу. Это очень важно, потому что именно на нее стоит ориентироваться, узнать, какая у нас стоимость за квадратный метр, и, собственно, помножив одно на другое, понять, сколько плюс-минус в реале может стоить такая квартира. Очень многие собственники и риэлторы пытаются провернуть под такую аферу. Предлагают заплатить вам и за площадь первого этажа, и за площадь второго этажа, как за квартиру больше площади. Если мы смотрим квартиру в центре, стоимость одного квадратного метра жилья в подобном жилом комплексе будет стоить в районе одного миллиона рублей. И это как раз наша площадь по полу за квадратный метр. А если мы говорим про второй этаж, то там площадь на порядок дешевле. Возведение подобной конструкции стоит в районе 35 тысяч рублей за квадратный метр. Плюс, конечно же, ремонт отдельно оплачивается. Ну и где-то 200 тысяч вам придется заплатить за то, чтобы узаконить подобную планировку. Важный нюанс. В каком случае перепланировка может быть узаконена? Если высота первого этажа 2,5 метра, высота второго от 2 метров 10 сантиметров. В нашем случае все эти условия соблюдены и общая высота потолков аж 5 метров. Ну, конечно, здесь напрашивался второй этаж. На втором этаже теперь можно размещать мокрые точки. И как раз у нас квартира с отдельным санузлом на втором этаже. А теперь мы возвращаемся в прихожую. Мы ее проскочили. Ну и посмотрите, здесь пространство перед дверью выложено крупноформатным керамогранитом. Очень удобно, потому что в таком случае вам не нужен этот уродливый коврик, который мы кладем перед дверью, чтобы не нести грязь дальше в комнату. Его неудобно мыть и всегда он портит внешний вид наших квартир. Классное стильное решение. Ну и рядом находятся все выключатели. Это нужно, чтобы не бегать по квартире. Перед выходом выключили, закрыли дверь и ушли. Вместо умного домофона установлен видеоглазок, то есть вы можете посмотреть, кто к вам пришел. Открывается обзор на весь общий коридор. Прихожая очень компактная и дизайнер решила визуально увеличить пространство. Для этого она добавила вот такое зеркальное панно на стену. Ну а теперь нам осталось найти только место, где хранить верхнюю одежду. Как вариант, по плану можно встроить гардеробную вот под этой лестнице. Предполагалось, что сюда добавится еще одна стеклянная перегородка, специальные рейлы для одежды и полочки для обуви. При желании, если вы решите приобрести эту квартиру, дизайнер достроит гардеробную для вас. А вот сейчас верхняя одежда хранится в специальном шкафу, который спрятан благодаря вот таким потайным дверям. Ну и раз уж мы оказались на кухне, давайте посмотрим ее наполнение. Прежде всего, как вы думаете, откуда приехала кухонная мебель? Италия? Франция? Нет. У хозяйки этой квартиры свое мебельное производство. Она сама разработала дизайн-проект и реализовала его в этом помещении. Мне очень нравится, потому что фасады белые, глянцевые, но на них не видны пятна и отпечатки пальцев. Ну и столешница у нас из искусственного камня. Рядом со мной находится раковина, и здесь мы видим два крана. Один фильтр для питьевой воды, другой обыкновенный кран, чтобы мыть овощи, посуду. И вот его можно так двигать, он очень подвижный. Рядом находится посудомоечная машина для вашего удобства. Дальше по курсу у нас варочная панель и духовка от бренда Neff. А вот холодильник расположился рядом с балконом. Что мне очень нравится, несмотря на то, что это первый этаж квартиры, там наверху у меня спальня над головой, посмотрите, у этой кухни есть отдельный выход на балкон. Причем балкон довольно просторный, теплый, он уже застеклен, и оттуда открывается вид на жилые дома Пресненского района. Площадь первого этажа 45 квадратных метров, но тем не менее дизайнеру удалось разместить здесь полноценную обеденную зону, в центре которой стеклянный стол. Те, кто смотрит нас давно, знают, что я считаю слабость к стеклянной мебели. Из-за нее в пространстве создается ощущение простора. Ну и выглядит она очень стильно. В окружении стола стоят четыре стула от бренда Дантон Хоум, но они получили новую модную обивку от Ральф Лорен. Вообще, мне очень нравится снимать обзор на эту квартиру, потому что так оп, и мы уже в гостиной, которая, кстати, со вторым светом. Большая редкость для московских квартир, и это отличный вариант для покупателей, которые хотели бы жить за городом, но вынуждены оставаться в столице. Главный вызов, с которым столкнулся дизайнер в этом интерьере, ну это высокие потолки, нужно было избежать эффекта колодца. Для этого был применен принцип соразмерности. Подобрана правильная мебель, которая приехала сюда из Италии и стоила пять тысяч евро. Чтобы усилить это ощущение загородной жизни, вы можете добавить в интерьер биокамин. Для него специально выделили место, а вот ставить его или нет, это уже на ваше усмотрение. Ну и понятное дело, что главное украшение гостиной со вторым светом, это роскошная большая люстра. Она сейчас едет из Италии, но если вам хочется ощущать простор, то ее можно и не вешать. На первом этаже нам осталось посмотреть только санузел. Вообще, конечно, два санузла на квартиру площадью 65 квадратных метров, это шик. С вашего позволения я буду называть этот санузел гостевым, потому что он находится рядом с входом, ну и в принципе на втором этаже у спальни есть своя отдельная ванная комната. Санузел имеет маленькую площадь, но при этом он очень функциональный. Предусмотрена большая душевая кабина, отдельный туалет, ну и тут находится вот такая консоль со столешницей из искусственного камня и прямо в ней сделана раковина. Мне очень нравится это решение, она будто бы вылублена из камня, очень стильно смотрится. Мебель того же производства, что и кухня, все делалось на мебельном производстве хозяйки квартиры. И посмотрите, сколько здесь зеркал. Зеркальное панно с трех сторон девочки оценят, красится очень удобно. Много света и есть вот такие бра. Казалось бы, это бакара, потому что по красному кристаллику мы узнаем этот известный бренд. Но нет, это очень дорогая реплика, один в один, если бы не знала, точно не отключила. Друзья мои, если эта прекрасная квартира вам понравилась, заинтересовала и вы захотите посмотреть ее самостоятельно, то вам следует связаться с Полиной. Ее номер вы найдете в описании под этим видео, и сейчас нам расскажут более подробно про этот интересный объект. Да, объект действительно интересный, без преувеличения таких квартир в целом не так много на рынке. Обратите внимание на то, что очень интересный ремонт, очень интересный интерьер, и обратите внимание на высоту потолков. Здесь чистовые потолки 4 метра 80 сантиметров. Это очень много, вот такие потолки в основном встречаются в пентхаусах. Вот, а на рынке вторичных квартир их не так много. Ну вот, мы такое счастливое исключение из этого правила. Причем даже в этом доме, кстати, что очень важно, их не так много. Всего первые 4 этажа с такой высотой потолков. Остальные уже такие более привычные нам. Предлагаю рассказать, кто был дизайнером проекта. Ой, это очень хороший вопрос. Дизайнер-собственница квартиры. Хозяйка сама делала этот интерьер, сама его создавала с нуля. У нее свое мебельное производство, своя дизайн-студия, поэтому таким интересным ремонт получился в итоге. Я чуть-чуть добавлю, что ее работы публиковали глянцевые журналы, Эль Декор, и многие известные люди доверяют ей свои интерьеры. Как в ЖК счастья на Пресне обстоят дела с парковкой? Рассказываю. Смотрите, есть парковка гостевая наземная, есть парковка для резидентов подземная. Отземной парковки не так много мест сейчас выставлено на продажу. Но если вдруг кто-то из наших уважаемых зрителей эту квартиру захочется обрести, мы сможем такое место для вас подыскать, я думаю. В аренду места сдаются порядка 25 тысяч, а на продажу нужно уже смотреть предметно. Сколько стоит содержать такую квартиру? Еще один очень хороший вопрос. Очень комфортное содержание, 150 рублей за квадратный метр. Прекрасно, сопоставимо со вторичками. Спасибо вам огромное. Я предлагаю пойти наверх и посмотреть спальню. А пока я поднимаюсь по лестнице, с вас комментарии, потому что мне очень интересно, как вам такой интерьер. В этом помещении хочется сразу снять туфли. Дело в том, что на полу лежит сезаль. И дополнительно добавили еще и мягкую подложку, чтобы в спальне было комфортно ходить босиком. Стены здесь под покраску и они декорированы 3D-панельными. Предлагаю заглянуть в санузли. Как я уже говорила, мокрая точка на втором этаже – это новая фишка. Раньше делать такое было нельзя, теперь можно. Но вам потребуются настоящие специалисты, потому что реализовать такой проект очень сложно. И малейшая ошибка в просчетах будет стоить вам минимум по топам на первом этаже вашей квартиры. Что очень здорово, здесь санузел второго этажа врезан в трубу, которая идет как раз между квартирами. То есть, по сути, ничего не менялось, мокрые точки не переносили и конструкция безопасная. Если мы говорим про отделку, то тут она очень напоминает нам гостевой санузел. Стены и пол выложены крупноформатным керамогранитом под мрамор, белый и черный. Прекрасное сочетание. Ну и видим консоль со столешницей из искусственного камня, сантехника Виллерой и Бош, фасады отечественного производства. Они такие ребристые, очень-очень симпатичный, интересный геометрический рисунок. Ну и здесь тоже есть душевая кабина и туалет. Все, что нужно для персонального санузла. Площадь второго этажа составляет примерно 20 метров, 12 из которых занимает спальня. Ну и здесь предусмотрели очень много мест для хранения. Гардеробная, которая находится у меня за спиной, прячется за зеркальными дверьми. А слева от меня расположился большой встроенный шкаф. Вообще, места для хранения это боль маленьких квартир. Очень часто просто не хватает места, где расположить одежду и все необходимые вещи. В центре комнаты мы видим большую двухспальную кровать, которая приехала сюда из Америки и стоила 3,5 тысячи долларов. Кровать красивая, стильная. У нее невероятная мягкая спинка с бархатным приятным таким покрытием. А вот края кровати отделаны деревом, и это береза. Очень мягкая древесина. Наверняка вы спросите, ну зачем, почему не дуб? Дело в том, что мастера сохранили красивую текстуру древесины и при этом сделали интересную покраску. А теперь смотрите, что покажу. Убираю штору, и за ней мы видим стену из стекла, через которую мы можем наблюдать за всем, что происходит в гостиной. Очень классное решение, и возможно вы помните, что на острове Бали мы видели нечто подобное на вилле холостяка. Тогда он придумал себе стеклянную стену, чтобы наблюдать за своей гостиной и знать, когда его друзья у него же дома закончат вечеринку. Покажу еще одно уникальное решение. До перепланировки здесь был только один балкон с высотой потолков аж 5 метров. Ну и зачем он такой нужен? Поэтому его разделили на два, и теперь в квартире площадью 65 квадратов аж 2 балкона. И тот, который относится к спальне, имеет панорамное остекление. Предлагаю подвести итоги. Несмотря на маленькую площадь, у квартиры много достоинств. И я думаю, она идеально подойдет для молодых людей. А что по поводу нашей сегодняшней недвижимости, думаете вы, напишите в комментариях. Мне очень интересно. Вас я целую, и до следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok